Всем доброго времени суток. С вами Пасека Ишутина. Рад приветствовать всех на нашем канале. Небольшой видео обзор по прицепу для перевозки пчел. Поставил я вот у себя на домашней тачке. По поводу данного прицепа. Некоторые даже сомневались в прочности его задней части. Сейчас попробую развеять сомнения этих людей и заодно небольшой обзор. Прицеп делался на заказ. Прицеп выполнен, изготовлен в заводских условиях, сконструирован совместно со мной и с конструкторами. То есть все пожелания и задачи учитывались при проектировании данного прицепа. Основная рама сделана из трубы 50 на 80 см. Я подчеркиваю 50 на 80 см. Рассматривал я воронежские прицепы. Прицепы из башкирии для пчеловодства. Но цена, а так как доступность этого прицепа в плане доставки, сыграла решающую роль. Ну вот что можно сказать. Как я и говорил, очень рама из мощного профиля из трубы. Дышло такое усиленное сцепное устройство на 2000 кг. То есть сцепное устройство на 2 тонны. Что можно еще сказать. Некоторые подписчики и пользователи выражали сомнения по поводу задней части. То есть якобы она не прочная. И сейчас я это показываю, что у прицепа есть подрамник импровизированный. То есть вот он. Рессорная часть, вся подвеска именно к нему и крепится. То есть что это позволяет? Это позволяет усилить большую часть прицепа по длине. То есть вся часть прицепа она как... Сравнить ее можно со стрелой у крана даже. Потому что тут нагрузку она может держать и 4 тонны на излом. Вот именно в этих местах, где подрамник. Далее, вот именно для тех кто сомневается. Вот сюда подрамник приходит. И вот эта вот часть, которая якобы слабая. Она по размерам меньше метра. То есть от подрамника до края меньше метра. То есть только лишь один улей будет стоять опираясь на эту часть. Дальше второй улей. Вот здесь вот. Он уже часть улей будет опираться на подрамник. То есть здесь все очень сильно усилено. Я думаю, такой профиль трубы. Пару ульев сзади мы точно выделим. Вот расчетная, опять же, все с конструкторами было согласовано. И расчетная критическая масса, которая может быть задней частью прицепа. Она где-то 800 килограмм. Вот 800 килограмм на заднюю часть только лишь можно нагрузить. И после этого будет уже после тонны какие-то деформации уже. Но кто будет тонну на заднюю часть прицепа нагружать? Это невозможно. Здесь же в передней части в роли усилителя даже выполняет дышло. Оно заходит вот сюда. То есть прицеп самосвальный. Его можно дышло либо открутить, вообще снять. Либо использовать такие вот вещи, опрокинуть. Ну, я не знаю, для чего это нужно мне. Но это стандарт, они так делают. Далее, что можно сказать по подвеске. Здесь рессоры установлены пяти листовые кнот. Расчетная нагрузка на одну рессору где-то более 500 килограмм. Ну, амортизаторы. Оси вот такие. Не кустарного, все заводского производства. Из трубы. Подшипники из ступицы 2108. Так, что еще? Ну, вот электрика выполнена в таких вот защитных гофротрубах. Что также позволяет увидеть, что это заводские условия. И все люди делают на совесть. Прицеп по категории B. Расчетная грузоподъемность до двух тонн. Но она ограничена размером, вернее не размером, а резиной, которую вы используете. То есть резина, может прицеп вести один тонн. Но резина, вот в данном случае, на тестовом этом прицепе, она до полутора тонн нагрузки. Общая. То есть резину, если поставить грузовую, то теоретически она есть. Чуть дороже теоретически. Этот прицеп можно спокойно две тонны и перевозить. Ну, электрика вот такая вот. Все стандартно. Габариты везде сделаны. То есть здесь габарит и здесь тоже габариты также имеются. У прицепа имеются вот такие вот стойки с такими заводскими фиксаторами. И они позволяют разгрузить прицеп во время стоянки с грузом. В данный момент я вывесил его на этих стойках, чтобы колеса не касались земли. Платформа прицепа в моем случае имеет размеры метр девяносто на четыре сорок. По заказу предприятие может, я так понял, изготовить и другие размеры. Любые. Ну, в пределах допустимого по техническим параметрам и по документам. Кстати, прицеп подходит под категорию B. С обычными правами водительскими можно эксплуатировать. Встает на учет без проблем. При постановке никаких проблем не возникло. Все в порядке. Ну, вот такое небольшое видео о прицепе. Вроде бы все рассказал и ничего не упустил. Буду застилать, наверное, доской его в продольном направлении. Дальше отдельное видео сниму на эту тему. Ну, так что всем пока. Всем удачи. Подписываемся на канал. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...